Привет, мои хорошие, с вами Си и Лена Суэй, и мы сейчас будем краситься, но краситься буду сегодня не я, я в следующий раз. Нам одна из подписчиц, не одна, а уже две, две подписчицы посоветовали кое-что. Одна девочка добавилась ко мне в друзья, и я увидела, что у нее очень красивый цвет волос, и я сразу же спросила, как этого она добилась, и она мне порекомендовала средства. Но их я буду использовать не скоро, но самое интересное, что я увидела, у нее были, ну просто у меня другие посоветовали раньше, и я уже, ну купила, там более проще и дешевле получается, но мы посмотрим, что будет. Как это помнишь? Почему? Ну ты видела? Ну вот, грязные корни, отросшие, и черные. Ой, ничего страшного, мы сейчас, да у всех такие, а у меня, посмотри, что это за волосы, не правда, тоже. Неважно. А у красоты, секс, вообще. Ну вот, самое интересное, что у этой девочки я увидела фотографию, что она была до черная, а после, а у нее такой цвет волос, который вообще хочу я, то есть она стала блондинкой. Но моя Кристинка, она тоже хочет быть светлой, хоть бы вы говорили, что ей очень идет темный цвет волос, но как-то ее высветляли, там, не высветлялись даже. Ну, в общем, сейчас она уже их обрезала, а когда девчонки обрезают волосы, могут экспериментировать сколько хотят. У меня когда была стрижка коры, я вообще была разноцветная, разными цветами. В общем, эта девочка посоветовала нам, что лучше всего вам смыть смырочкой от капуса. Наносится надо равномерно, чтобы все было, короче, ровно, будем стараться. Вообще здесь написано, что до трех раз в день можно смырку тут делать, но мы попробуем один раз, потом посмотрим, что будет, может быть, второй раз. Кристинка уверена, что после одного раза она станет просто блондинкой и останется только затонироваться, но мы проверим. Но на всякий случай, также эта девочка посоветовала блондараном. Я думаю, что это он. Не написано, не видя, что это блондаран, именно словами такими. Но в индустрии красоты сказали, что это блондаран от Эстель, она посоветовала. А, да, и делать его на 6%, мы будем на 6% осветляться. Но мы взяли один, ну, потому что Кристинка уверена, что у нас первые смырки с нами блондин. Ну и также потом мы затонируемся. Взяли Эстель голубенькую 161. Это как раз-таки другая девочка в комментариях, она стилист сказала, и что много экспериментировала с волосами, и пользуется она Эстель, и у нее волосы прекрасные, здоровые. Ну, в принципе, как и у меня, я тоже много, и Эстель пользовалась в свое время. Мне посоветовали 116, чтобы быть серой, да, сверху вот этого прям нанести, и сказали, что должен уйти фиолетовый. Мы тоже поэкспериментируем, мы проверим, что, где наша не была. Ну, мне жалко волос, ради такого-то случая. Или она сказала 161. Ну, мы решили 161 Кристинке сделать оттеночек, а мне будет 116. Я, то есть, решила. Просто давай не было 116. Мне было 116, хотя мы хотели Кристинке тоже 116. Но они примерно похожи, просто 161 более розовым отливом. Ну, давайте, в общем, посмотрим, вот что у нас сейчас дом, да. Вот, темный сейчас у нас цвет. В общем, сейчас мы будем наносить смывку. Поехали! Поехали! Ну, давай, как-то, все же хорошо. Конечно. Ну, что, я сделала все это, намазала под фольгу, ну, по порядкам там, не по всем, а по кусочкам. И все это под салфанчик. 20 минут выжидаем и идем смывать. 20 минут это с применением тепла, а так, наверное, дольше можно подержать. Ну, в общем, я посушила феном, потом одела горячее полотенце, просто горячее полотенце. Он быстро остывает, ну, в общем, и создаем тепло из подручных средств. Итак, вот что у нас получилось. В общем, у нас было здесь много красок разных цветов, где-то свои, где-то басма, где-то краска, где-то две краски. В общем, мы смыли вот что получилось. Сейчас мы посушим и посмотрим, что там идет дальше. Ну, что, мои хорошие, мы делаем второй раз смывку. Поехали. Ну, в общем, сделали мы смывку второй раз, ничего не изменилось, светлее они не стали по-нашему. Ну, вот как мокрый сейчас посушу, думаю, будет то же самое. Значит, на следующий день, ну, через несколько дней Кристинка ко мне придет, и мы будем обесвечивать Беландораном. Ну, вот смотрите, что у нас получилось. На самом деле, боком повернись. На самом деле, я считаю, что смывочку мы сделали второй раз, наклонись чуть-чуть. Хорошо, что мы сделали, потому что у нас были вот здесь вот светлые, более концентрированные, ну, контраст был, чем здесь. После второй смывки у нас стало более равномерно все полотно, видите? То есть, вот. Конечно, да, здесь светлее, свои корни, здесь темнее, но в целом ничего. И вот, например, с корнями очень сочетаются сейчас кончики, вот ей нужно будет походить какое-то время, а потом мы будем обесвечивать все это вместе. Сейчас у нас в масле, как следует, все промазали. В общем, все восстановили. В общем, вот так. Итак, мои хорошие, прошло у нас несколько дней, моя Кристинка приехала снова. Вот. Привет! Она хрустит печеньком, пьет чай, как в лучших салонах, то есть, гламурных, да? То есть, все для клиента. Итак, вот что у нас с волосами. Ну, в общем, они такие у нас, знаете, каштанка такая. Сейчас мы будем... Кто каштанка? Сейчас мы будем продолжать осветлять ей волосы. Мы напоминаем... Напоминаю, а, напоминаю, это же не новое видео, это все то же самое. Мы выходим из черного в светлое. В общем, как получится. Теперь, после смотки, мы будем использовать вот такой порошочек. Блондаран, вроде бы как. Нам, я думаю, одного хватит. Не хватит, я растяну на все волосы. И на 6% я все это намешаю. В общем, дорогие мои, вообще у нас, черте что, сбоку бантик получается. Кстати, а я-то покрасилась, вы знаете. Я сейчас почему такая? Потому что у меня масло на голове, я же восстанавливаю. У меня суперинтенсив. Я, кстати, скоро сниму видео. Суперинтенсив восстановление волос. Покажу все, что я делаю с волосами, чтобы они снова блестели, как раньше. Значит, смотрите, я растянула блондараны. Этот, ну, тут у нас половина сухих, половина уже просто чисто порошок. В общем, мы такие рукодельницы. Не знаю, водички добавить. Кто-нибудь добавлял? Кстати, у нас два вопроса. Если блондаран разбавить с водой, то если я сейчас попшикаю и растяну, то уже, мне кажется, ерунда, конечно, получится. Но уже тут без вариантов сделаю. И еще вопрос. Кто-нибудь вот так вот намазывал блондаран, а сверху осветительную краску еще? Потому что блондаран засох. Напишите в комментариях, мне очень интересно, у кого есть такого. Ну, все-таки мы не дождались ответа пока, но все равно дышите. Мы решили попшикать водичкой, и я решила еще вот так вот протянуть. Вообще просто разноцветные какие-то получаются пятна. Тут светлые, тут темные. Неравномерно нанесено, потому что очень сложно порошку. Блин, придумали бы уже нормальный. Хотя наверняка придумали, да? Только стоит дорого. Уже экономные женщины. Так малого там не видно. В общем, сейчас пшикаем и растягиваем все это. Пшикаем вот так. Уже в порт. Терпи красоту трибу, Джердж. С новой варбаке. Пошло самое интересное. Между вами включить камеру. Дыньку заберела. Вот так. Лё, тебе прям это, под маечку кофты спать. Подожди, заколка под маечку? В общем, что я хотела сказать. Мы запшикаем голову. Водой. Сзади куски, наверное, коричневые, да? Нет, пока что ничего не видно. Боже. Ну, я вижу так. В общем, мы запшикаем все водой. Что такое, Женя? Женя стало жалко просто. Эй, сейчас, короче, мы просто оденем пакет на голову. Я отправлю Кристинку домой. Сейчас пакетом нормально дырочки вырежем для носа и для глазиков. Да? Я думаю, уже нет смысла продолжать. В общем, мы решили потом. Сейчас я это смою. Сколько такое время было? И сверху. Налей. Ты смеха вот этой краской? Попробуем осветлить. Подожди. Посмотрим. Что? Резина неправильно разве, она мне неправильно рассказала. Как она? Одна часть пудры и две части оксидена. А там как? Я только одному сделала? Нет. Ну, в общем, такая беда, что мы развели, если вы не поняли, еще один к одному, а написано в инструкции один к двум. Да. Еще и ампулу туда можно захерачить. И, в общем, это нам неправильно сказали, Кристинке точнее. Обычно она все время читает, а тут она спешила ко мне и не прочитала. Доверилась продавцу, а продавец мастер... Продавец... Ампордавец мастер-продавец сказал один к одному. И все пошло по... Давай супчика с горя. Давай. Ты что ты тут нашла с огурчиком? Огурчиком на моей кухне, красавица ты? Красивая огурчиком. О, мой хороший. Сколько времени прошло, мы уже чай поели, суп поели, чай попили, суп поели, уже посушились, вот что получилось. Непонятно что, пятнами, в общем, вот такой вот трес у нас получился. Сейчас мы будем осветлять вот этой краской, попробуем. Вроде тут супер-блонд. Я уже ей как-то красила, она после родов не взяла мои волосы, но, может быть, сейчас попытаем счастье. А она вроде бы даже вот из таких вот, да, темную, высветляет в белую. В общем, посмотрим, как эта красочка. И нам бы сравнять еще цвет. Поглядим, оставайтесь с нами. Ой, языком, короче. Апорт, туалет открытый. Лайфхак. Если краски еще нужны. Видите, еще сколы краски. Ну вот, мы смотрим Дом 2, Кристинка намазана, уже время, нам пора все-таки смывать. Кристюша, давай, иди смывай. Мы час, в общем, подождали, посмотрим, что получится у нас. А мы пока с малым. Малый! Малый! Ну что-то поможет. Это семки! Куня красоты! Это еще раз глазовая. Пакетик чай, да, мы экономим. Вот семки. Чаечек, Кристинка, зелененький. И я это, вот краски тут у нас все, соска. Все, начнут, как может соска лежать? Да, вот такая срачка. Подожди. Это кто, таракан? Тараканов, слава богу, нету. Так, вот елка моя. Ребя засыпает, вот тут лежит. Она вообще не хочет засыпать. Ребя засыпает. Ребя засыпает. Ребя засыпает. Ребя засыпает, я сказала. А вот Кристинка еще принесла. Кухня красоты. А я все никак не могу. Уже прошло, знаете, сколько времени. Я не знаю, чтобы он показывал, сколько было времени. Но сейчас у нас уже... И я все никак не могу масло сныть. Я все же в масле, вы видите. Я же красоту навожу. В общем, весело у нас, да. Че такое? Лампочка. Одна лампочка выбила. Ну ничего страшного, бывает. Ну что, Надежда, уложила? Какая Надежда? Си, нажав мне Си. Си, ну что, малыш, уснул? Ложила? Давай сначала. Давай. Си уложила? Да засыпает. Дай Симок. пасы на венок пасы на венок пасы на венек пасы на венек зачем? ты что не помнишь? а что ты когда делаешь? дай семечек пасы на венечек на венечек девчонки кто-нибудь слышал такое? в детстве было дай семечек а тебе отвечают пасы на венечек ну ладно, если бы вы были пьяные такое записывали ты же не будешь это выкладывать? ты с тебя с каким-то разговором девочки ну куда ты забралась выкладывать? ты плохо выглядишь я? мне кажется, я всегда хороша у человека без комплексов на самом деле ну пофиг ему, как накрашен, не накрашен бэджи бордо? даже перед своим мужем я всегда накрашена череда выходила бедная тяжело я, видимо, было жить в соляде? а есть же такие женщины которые встают раньше мужика всего на 2 часа да, навод красоту есть, которые по неделям не сливают есть, которые по неделям не сливают но это отдельная история докрашиваются закройте щенки от сели очень вкусные как их есть? ну что делать? руки тянутся да, свела жменьку да, вообще 4 штучки села или 5? так, говорите, я не вижу в общем, что я хотела сказать а, что есть девушки, которые красятся за 2 часа и вот даже мужчина их никогда не видел не накраслена не, ну может это и правильно, конечно? но лично мне лень кто так делает, живет супер нормально ну молодцы, на самом деле я вот каждый день краситься и запариваться за эту тему нет поэтому мне уже накомиться натурально будет, чтобы тебя любили запарить натурально будет ладно, давай краситься малой, что-то не хочет спать будет с нами креативом тут заниматься я смешиваю снова краски и еще хотела сказать что это видео будет для тех, кто реально, ну как бы я могу на камере выглядеть и хорошо и стараюсь там накраситься иногда мне хочется вот так вот выглядеть реально, по фигам у меня волосы в масле у нас сейчас кухня красоты такое оправдание, да, звучит ну просто я уже знаю, что сейчас много будет бьюти китчен в английском знаю просто, что много комментариев будет, ой, хоть бы накрасилась или там накраситься трудно первое, что да, мне сразу отвечу, что да, мне накраситься трудно пока я делаю дело, да второй момент, я считаю это необязательным атрибутом все время краситься мне хочется, чтобы видели мое истинное лицо люди, вот пожалуйста вот такая я, не накрашенная и вот честно, вот у меня внутри прям вообще нет по этому поводу ничего, что я как-то ну просто я не считаю, что я выгляжу плохо и еще я выгляжу по-другому и девчонки, кто комплексует реально полюбите себя просто и не комплексуйте это чувствует человек другой мужчина, там, если вы там ищете, да, мужчину потому полные девушки когда, вы знаете, есть полные девушки, да и находят парней какая-нибудь худышка, такая красотушка вся закомплексованная сидит одна а какая-нибудь пышечка, например, да ну грубо говоря и может быть даже где-то не такая симпатичная как та другая счастливая жена имеет детей любящего мужа, который ей не изменяет а почему? потому что она внутри уверенная в себе добрая, красивая, открытая и все у нее в жизни будет хорошо а человек может быть немножко там и симпатичная, и худенькая а закомплексованная боится там что-то лишнее шаг вправо, шаг влево нерасслабленная это чувствуется мужчинами и вообще людьми поэтому к таким людям не тянутся сейчас наносить второй раз кстати, в этой краске есть вот такая вот защитная сыворотка которая добавляется прям в краску потому волосы не такие сильно убитые становятся в этот раз мы намазали и еще решили сделать вот такую шапочку надеюсь, реакция будет лучше но она значительно осветлилась во второй раз посмотрим должна быть блонди-блонди ну не прям блонди-блонди но блонди и так, девочки, смотрите что у нас получилось наклони голок ну как бы тут вот блондинки сверху тут еще не совсем понятно, что ну на удивление мы два раза осветлились вот этой красочкой и волосы, я вам скажу стали еще мягче, чем были были до окрашивания потому очень клево там действительно такая сыворотка находится буквально мягкие посмотрите, как они расчесываются вообще ну здесь вот ну так посмотрите, как расчесываются волосы просто волосы ну кончики, понятное дело но без бальзама это вообще замечательно в общем, у нас такое неровное полотно конечно получилось но я надеюсь, что мы сейчас затонируемся и будет что-то что-то хорошее получится из этого всего ну под низом темноватый ну ничего страшного даже под низом в общем, сейчас мы будем тонироваться красочкой из 161 из 3 и разведем ее в 3% на максимум в общем, покажем, что получилось для восстановления волос кстати, нам вот посоветовали мне очень понравилось сразу могу отметить это Кристинка купила в индустрии красоты называется рефибра хайрки эльгон в общем, вот смотрите такая штука типа кератин да ну кератин и я ее, видите я ее совсем то есть было вот так где-то я ее прям совсем немножко наружки сделала а она прям так размазывается и прям на все волосы я сразу нанесла на кончики объемные на все волосы так что такой маленькой штучки надолго хватит а стоит у нас сколько, Кристин? 200 с чем-то рублей и так, мои хорошие вот что у нас получился за цвет в принципе, за исключением вот этих темных кончиков которые у нас остались которые никак не тонируются не высветляются их только обрезать а пока нам жалко мы без волос вообще останемся в принципе, цвет хороший а ну покажи макушечку нашу середина волка что ли светленькая нет, здесь все сравнялось все хорошо в принципе мне нравится я довольна результатом но мы хотим еще светлее и у нас к вам вопросы в общем, Кристинка категорически отказалась мои волосы такие страшные они в масле я их уже буду мыть завтра считай на ночь маска категорически отказалась показываться потому что уже 6 утра у нас и она не накрашена я говорю не хочу все, показываю волосы и на этом спасибо я ей так и говорила а так она хотела в дорогу в салон пойти я говорю ты что, с ума сошла что ли, я тебе сама все сделала спасибо, Саляна сай да, на в общем, мы хотим еще осветлиться но я хочу ее еще осветлить и девочки, кто осветлялся та девушка, которая мне рекомендовала все это она, конечно, осветлялась там 5-6 раз где-то но я пожалела Кристинку не сто, а 5-6 раз ну и мы вообще думали что мы с первого раза станем беленькие а вот мои ну да, у меня осветлить мы хотим, в общем, вот такие чтобы как у меня было и чем вы осветляетесь так, чтобы бережно вот реально ну, я планирую еще может быть той же самой красочкой также и осветлить может быть один еще два раза и также затонировать чем-нибудь симпатично но эта тонировка она совершенно как бы особо не взяла нам да, что мы хотели получить не получили но да, не верьте еще но получилось в принципе носибельно вот, так что советуйте, девочки кто из темного выходил в светлый пишите нам, пожалуйста мы будем очень рады прочитать ваши комментарии и может быть что-то примем для себя хотим делать Кристинку блондинкой все, мои хорошие это было тяжелое видео просто два захода и мы устали и вообще у нас много дел утром а уже 6 утра как бы может даже и не ложиться стоит а может стоит поспать ну все, мои хорошие мы с вами прощаемся и увидимся с вами в следующем видео пока-пока кухня красоты и ды-ды-ды пока-пока 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 пока-пока